Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Редактор субтитров А.Семкин Американский композитор-авангардист Нед Рорем сказал, что юмор – это способность человека видеть сразу три стороны медали. На самом деле это так. На самом деле чувство юмора, юмор как таковой, позволяет расширять способ видения для человека. Добрый вечер, меня зовут Сергей Красноворот. Именно о юморе мы и поговорим сегодня в нашей студии из Гомеля в программе «Добрый вечер, Гомель». Разговаривать будем с человеком, который, можно сказать, имеет профессиональное отношение к юмору. Это Алексей Чистов, председатель Гомельского клуба КВМ. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Сергей. Да. Ну и прежде чем начнем разговор, я представлю, у нас еще Владимир Грама, как обычно, сопровождает нашу программу. И давай сразу на «ты». Да, давай, конечно. Я думаю, наши телезрители не обидятся, если мы будем так, потому что знакомы достаточно давно, будем сбиваться туда-сюда, не очень хорошо будет. Итак, юмор способен расширить способ видения для человека? Или это слишком надуманный вопрос? Не, ну на самом деле композитор, который сказал про три стороны одной и той же медали, сам попытался пошутить. Безусловно, юмор позволяет... Ведь с чего мы смеемся? Мы обычно смеемся с чего-то необычного. Мы увидели вещи в явлении, в том, что нас окружает что-то такое, мимо чего мы раньше проходили и не замечали этого. А юмор, высветив, так сказать, подчеркнув, усилив какие-то качества этого явления, предмета, заставляет нас посмотреть на это явление совсем по-другому. Мы видим его совсем по-другому, и нам от этого смешно. А, то есть есть целая технология того, как появляется смешное, юмор, да? Есть технологии на эту тему? Да, безусловно. Причем эти технологии весьма различные. Одно дело, юмор, который используется, допустим, в стендап, да? Там одна технология смешного. Юмор, который используется в КВН, там другая технология смешного. Литературный юмор, это совсем третий какой-то подход к поиску смешного в том, что нас окружает. И опять же, безусловно, в зависимости от того, как мы воспринимаем юмор, одно дело, когда мы видим картинку, да, то же самое немое кино, это одна технология смешного, выступление юмориста на сцене, это совсем другая технология смешного. Ну, а команда КВН, выступающая на сцене, да, или в телевизоре, это третья технология смешного. Леша, наверное, вот если два человека серьезно разговаривают о юморе, это, наверное, уже само по себе вызывает какое-то странное ощущение. Причем, давай наукоемкими терминами, и ни одной шутки. Вот так надо о юморе говорить, по-моему, да? Легко, конечно. О юморе надо говорить серьезно. И я считаю, что о нем обязательно надо поговорить серьезно, потому что кроме нас это никто не может ведь на самом деле сделать. Ты назвал три, четыре, пять способов, да? Ну, ладно, технологии есть. Мы сталкиваем несовместимое, и вроде бы от этого соприкосновения, а если говорить про литературный юмор, там странные вообще нюансы, смыслы и так далее. КВН. Специфика юмора в КВН. Ну, специфика юмора в КВН, во-первых, надо четко понимать, что КВН это... Что такое КВН, да? Что такое КВН, да? Это серьезный разговор. Что такое КВН в том смысле, что КВН это самодеятельное творчество. Это самая первая вещь, о которой всегда нужно помнить. Во-вторых, КВН это командное творчество. Ведь мы наблюдали достаточно часто такой момент, что вот, допустим, какой-то известный актер в команде КВН, став чемпионом высшей лиги, уходит в самостоятельное плавание, выпускает какой-то фильм, играет какую-то роль, и он не смешной. И роль смешная, и вроде шутки есть, но он не смешной. А вот этот же человек, закончив актерскую школу и пройдя специальную подготовку, например, киношную, театральную, телевизионную, он уже может создавать смешные фильмы или показывать смешную роль. Потому что то, ведь когда ты выходишь один на сцену, ты априори, вне рамок КВН, ты себя позиционируешь как актера-профессионала. А КВН это самодеятельное творчество. То есть друг друга поддерживаем. И то, что прощается в КВН, не прощается актеру-профессионалу. Просто потому что КВН это самодеятельность, а, допустим, выступление, например, юмориста, известного какого-нибудь эстрадного, это все-таки профессиональный юмор. Они разные. Самодеятельное это самодеятельное, но почему-то вот в последнее время, сколько там уже, больше 50 лет, когда? Да, в этом году КВН 55. Самодеятельное, и как-то все сегодня выскочило на такой уровень, что, в общем-то, куда ни посмотришь, может быть, с КВНщиков гораздо больше на экране мелькает, или в округе мы знаем имена, и гораздо чаще и больше, чем профессиональных актеров. Почему самодеятельный юмор вдруг стал таким популярным? Да ведь на самом деле все очень просто. Все-таки КВН это явление массовой культуры. Это абсолютное явление массовой культуры. И когда человек крутится в телевизоре, в эфире, например, главного телеканала страны, в прайм-тайм, его, естественно, замечают и продюсеры, и зрители его помнят, да? И там, если он чем-то занимается в неково... То есть это объективный процесс. Это объективный процесс популяризации любого человека. Он, благодаря КВН, многие становятся медийными лицами. И, скажем так, ну, грех не воспользоваться этой стартовой площадкой. Я даже знаю одного такого человека. Это Алексей Владимирович Чистов. Который благодаря КВН стал медийной личностью. Я уже не говорю про твои медицинские способности, да? А по поводу телеведущего так или нет? Или я не... Ну, скажем так, я ведь на самом деле за все свое время в КВН, начиная с 98-го года, на сцену-то в качестве участника команды КВН выходил всего три раза. А, то есть ты хитрый. Да, я у меня как-то получил... Ты руководитель. И то, ты знаешь, меня пригласили в КВН звукорежиссером команды. Так получилось, что я в школе играл в клубе «Что, где, когда?» И с моим товарищем по команде, с Кириллом Кекишем, мы занимались музыкальным оформлением игр «Что, где, когда?», который проводил наш земляк Леонид Валентинович Климович. Вот. И как-то меня заметили, и Андрей Андреевич Ильков, один из основателей КВН движения в нашем городе, пригласил меня вот в сборную Гомеля, в команду. Она тогда называлась «Волшебники». И я как-то сначала был в ней звукорежиссером, а потом как-то так получилось, что я в ней стал директором. А потом мы придумали с, опять же, с нашими коллегами и вашими коллегами Русланом Сорокиным и Славой Неронским мы придумали, собственно, вот Гомельскую Лигу КВН. А дальше уже понеслось. Да, а дальше уже дело техники и технологии. И технологии. То есть, Леша, я так понимаю, ну, сейчас ты выдал секрет, то есть сам ты шутки не производишь. Или как бы изначально такая задача... Я вообще правильно выражаюсь по-русски? Производить шутки. Как это? Не знаю. Обычно у нас говорят шутки «пишешь». Ну, потому что все-таки предполагается... Нет, ну, пишешь. Мы с тобой произносим. Мы же не пишем сейчас. Ну, да. Вот. Сергей, ты знаешь, иногда мне удается пошутить во время игры КВН в разминке. Вот. А если касаться телевизионного аспекта КВН, то иногда шутка, которая сыграна в зале, она может быть не смешная. Но правильно снятая в телепередаче, она становится гораздо смешнее. Прямо она становится такой запоминающейся. И в этом смысле я, наверное, помогаю шуткам стать интереснее и донести их до зрителя. Потому что в телепрограмме КВН, которую мы делаем, да, это все-таки вот кусок моей работы, потому что зрители видят ее моими глазами, потому что именно я режиссером ее являюсь. Леша, ну а как все-таки пишутся шутки? Или тебе приносят уже готовые сценки, готовый материал? Ты просто стоишь так и смотришь. Да, это смешно, это не смешно. Вот это пойдет, тут мы добавим музыки, это все вот так. Так это все происходит? Нет, ну, надо понять, что процесс написания шуток, как мы с тобой уже только что говорили, это дело сугубо серьезное. И выглядит это примерно так. Это называется КВНовская технология, она называется штурм. Когда собирается, допустим, группа из 5-6 человек, те, кто в потенциале способен родить какую-то шутку. Вот, и берут... А как узнать? А это очень просто. Общаясь... Любой человек, может, способен в потенциале. В принципе, любой человек может научиться писать шутки. У меня есть один очень яркий пример, один мой знакомый, он никогда не был самым веселым и находчивым в компании. Он всегда как-то был так молчаливым, какой-то на своей волне. И ему очень захотелось писать шутки. Человек реально там исписывал ученическую тетрадь за неделю. И среди всего того объема материала, который он ржал, вот, периодически появлялись шутки. И чем больше он так работал, тем больше у него этих шуток получалось. То есть тем самым человек себя просто воспитал в себе хорошего КВНовского, а в дальнейшем юмористического автора. То есть это имеет, я тебе перебью, имеет отношение как раз к той фразе Неда Рорема относительно того, что появляется видение. Да, совершенно верно. Все сразу расширяется. Человек захотел писать шутки. Давай я буду смешным. Вот. И опять же, если возвращаться к технологии написания, командной технологии написания, то собирается круг авторов. Ну и мы сегодня там определяем, что, например, мы сегодня там пишем шутки о погоде. Ну, пусть будет о погоде, да. Вот. И там первый человек пишет фразу, которую он считает смешной. Хорошая сегодня погода. Хорошая сегодня погода, да. И там все набросали эту фразу, и дальше листочки передаются. Как, ну, по часовой, против часовой. У каждого своя технология. И тебе приходит фраза, ты должен к ней придумать какой-то комментарий. Вот тебе дается 15 минут на это. Вот. Хорошая сегодня погода, Алексей. Погода замечательная, только снега по колено. Особенно в уютной студии. Да, в уютной студии, да. Мы уже родили шутку, скажем так. Ну, полушутку, скажем так, да. Вот. Опять теперь листочек передается дальше. И следующий, там, и к тебе тоже приходит листочек. Там есть затравка, какая-то шутка. Ты можешь эту шутку переформулировать или попытаться придумать какой-то комментарий на предыдущий комментарий. То есть это такой достаточно творческий процесс. Обычно штурм занимает где-то, вот, ну, минут, там, 60-80, то есть час где-то полтора, да. Потом люди идут и читаются. То есть вот вся эта компания садится и читает все, что написано. Вот. И если там смешно, они себе помечают. И шутка уходит в архив. То есть это вот такая, ну, в общих словах, вот именно такая технология написания шуток, да. Есть люди-авторы. Вот им дано это от природы. Профессиональные писатели. Им дано от природы находить смешное. Вот. У нас был прекрасный автор. Мы много раз, вот, писали штурмы. А он просто приезжал на игру. Вот. Уходил. Получал тему. На два часа уходил, запирался. Вот. Выносил, кидал стопку бумаги, исписанную. Ну, я спать. И уходил спать. Вот. Ну, то есть он автор. Вот он в состоянии, один, сидя в тишине, написать шутку. Вот. Родить в голове смешное. Вот. У него, ну, потому что какая-то особенность, может быть, образование, может, мировосприятие какого-то. Вот. У него есть такая... Такое... Вот так вот все, ну, как сказать, технологично с одной стороны, да? Ну, технологично, да. Но творческий процесс не бывает без определенной дисциплины. Технология позволяет дисциплинировать этот творческий процесс. Интересные бывают ситуации, например, когда шутка рождается прямо на сцене. Вот ты там придумал какую-то сцену. КВН-разминка такая. Вопрос из зала, например. Да, вопросы из зала, например, да? И вот это, мне кажется, это самое интересное. Потому что вот в этот момент, ну, что-то же вот клемануло в голове, да? Вот что-то же у автора или актера замкнуло в голове. С другой стороны, это надо постоянно поддерживать себя в этом состоянии. Да, да. В состоянии способности оригинально мыслить, посмотреть с другой стороны. Совершенно верно. Вот, допустим, благодаря этому придумана такая технология, но мы ее в Гомеле когда-то очень давно придумали, называется «Стрит КВН». Что такое «Стрит КВН»? Сейчас вот его проводят на базе одной из наших гомельских лиг, участники команды КВН-ПП, на базе городского центра культуры. Каждую неделю любая команда КВН может прийти, показать им написанный свой юмор и сыграть в учебную разминку. А наши более опытные КВНщики, мы их обычно называем редакторами. Вот, они говорят о том, что ну вот может быть это поинтереснее, вот это может быть надо переформулировать. Потому что все-таки опыт, он тоже имеет значение в КВН, да, и люди, которые поиграли достаточно долго в разных лигах, в том числе, допустим, в телеверсии участвовали, в теле каких-то проектах, у них уже немного другое восприятие юмора. Им, конечно же, гораздо легче увидеть, вот он увидел крупицу смешного, и благодаря своему опыту и технологии превратить ее в какой-нибудь там алмаз юмора. Как приходят в КВН? Вот так запросто, мы собрались с друзьями, да? Да, ну все. Собрались с друзьями, пошутили между собой, и потом, слушай, пойдем к Алексею, может быть мы на сцену выйдем точно так же? Ну, иногда бывает и так, действительно. Вообще, раз в год на фестиваль мы приглашаем любую команду КВН. Школьную, городскую, там, межгородскую, из училища, откуда угодно, из университета, даже с какого-нибудь завода, с какого-нибудь предприятия. Вот. Ты приходишь на фестиваль и показываешь свой материал. Тебя оценивают такие же, как ты, коллеги-КВНщики. Вот. И если у тебя более или менее удачные шутки, тебя приглашают в сезон. Так, в принципе, работает весь Международный союз КВН. Вот в Сочи может приехать любая команда, вот, и при хорошем выступлении она может претендовать на какую-то качественную, интересную лигу. А вот если говорить о содержании шуток, ну, понятно, технология. Примерно, как бы сейчас, кругом одна технология поставить на поток, и как это заставить... Кто это? Японцы, по-моему, так художное произведение пишут, закрывают просто-напросто, писателя закрывают в этом, да, и открывают через три дня, пока не напишешь что-нибудь. Ну, можно так, конечно, и стихи выбирать, можно и религиозных лидеров так выбирать, и ничего. Можно, да. Тематика, тематика. Вот задается тематика, да? Есть какие-то темы, которые не касаются в играх? Есть темы, которые, как мне кажется... Насилие, терроризм. Насилие, терроризм, физические болезни человека. Вот. Какие-то такие вещи, вот, ну, те вещи, от которых реально, ну, больно, да? Пошло. Вот. Пошло, это, вот, понимаешь, Сергей, пошлость, это категория такая. Есть тонкая грань. Вот, иногда бывает так, что шутка, сказанная одной командой, звучит пошло, она звучит ужасно, ее даже на зал показать нельзя, не то, что в телевизоре. А это же шутка, сказанная другой командой, звучит тонко и интересно, и интеллигентно. Ну, там, условно говоря, я приведу пример, допустим, команда КВН-сборная Санкт-Петербурга, известная команда, там, начало двухтысячных, да, им позволялось шутить в КВН на такие темы, которые всем остальным были табу. Потому что, благодаря своему питерскому восприятию, поведению, антуражу, какому-то флеру такому питерскому, зритель им прощал это, и это уже превращалось в смешное. Например, я не вспомню сейчас, ладно, хорошо. Ну, я вспомню, например, номер, который звучал «Юбку зайца», да, там, сказка «Колобок» в постановке Виктюка. Если кто-то из зрителей захочет, он может найти в интернете и посмотреть. Вот, то есть, я не смогу привести вот конкретную шутку, ну, вот, допустим, вот пусть... Не будем изображать колобка, да. Да, не будем изображать колобка, вот, то есть, разная команда, ведь тоже все зависит от стиля команды. Это ее поведение на сцене, да. Вот, например, вот очень яркий пример, совсем недавно такой пример. Буквально год назад у нас на финале Лиги Полесья одна из команд разбивала... Участник одной команды, а участника своей же команды разбивал гитару на сцене. Ну, смотрелось это, конечно, жутковато, потому что, знаете, вот когда со всего... Испанский галстук это называется. О, гитара, и вот это вот все летит в ошметки во все стороны. И как-то мы... И петиции были? Конечно, были. Сколько гитар надо? Это секрет, пусть это останется в КВНовской тайной. И в конце концов, это был финал. У нас обычно председатель жюри, редактор высшей лиги и наш дваждый чемпион, самый уважаемый КВНщик Беларуси Леонид Куприда, он сказал, что, пацаны, это нельзя, ну, потому что это жутко смотрится. Я в чем-то с ним согласен. Но вот буквально совсем недавно я вернулся с игр высшей лиги КВН, где в антураже команды «Чистая пруда» из города Москвы, вот, они изображают из себя таких бандюганов каких-то, да? Ну, таких каких-то... Образ, да. Они тоже ломали гитары на сцене, вот, точнее, член жюри об них разбил, гитару, да? Вот, и это смотрелось совсем по-другому. Вот, ты понимаешь, вроде одно и то же действие, да? Но одно дело, когда это делает команда в бабочках, с костюмчиками, это для них вылет из их образа, и это смотрится неестественно. А для команды, которая там какой-то такой пацанский стиль исповедует, да? Вот, это для них вполне может быть естественно. А, то есть стилистика все-таки должна присутствовать, да? Конечно, она и должна, и должна. Не глядя на самодеятельность, не глядя на то, что это собираются, может быть разные люди, где-то понимают, где-то не понимают. То есть стилистику какую-то редакторы немножко причесывают. Или это сами? Обычно редакторы говорят команде, что, ребята, попробуйте нащупать свой стиль. Вот, чтобы ребята сами его поискали. Потому что, ну, понимаешь, то, что ты сам для себя придумал, оно же, конечно, гораздо лучше, чем какой-нибудь дядя, считающий себя знатоком КВН, и тебе придумал. Вот, то есть хотел... Нет, ну я придумал, я тут такие перлы рассказываю вообще друзьям, знакомым. Все смеются, мне так кажется. Или мне кажется, что это смешно. А ни у кого вообще не шевелится ни одна мышца на лице, потому что... Да. Сергей, ну ты знаешь, вообще юмор он такой вот... Ну, знаешь, я всегда рассказываю, вот когда объясняю командам, что, наверное, этот материал уходит, потому что он не формат. Знаешь, вот есть анекдот, который можно рассказать только вот мужику в курилке. Вот знаешь, ты там стоишь с другом, куришь в курилке, и ты можешь рассказать этот анекдот. Но этот анекдот, например, нельзя рассказать в приличной компании. Есть анекдот, который можно... Мы не будем рассказывать такие анекдоты. Конечно, и сейчас. Сейчас. А, потом в курилке расскажем, да. Вот. Есть анекдот, который можно рассказать в приличной компании, но нельзя рассказать со сцены. А есть шутка, которую можно сказать со сцен, но нельзя уже показать в телевизоре Это же тоже очень отличает вот такие градации юмора, они тоже очень важны Потому что надо четко понимать, есть телевизионный КВН, который ставит свои задачи создания телепрограммы У него немного одни законы Шоу, да Телевизионное шоу А есть КВН сценический, игровой, который играет в вузах Он тоже должен быть с элементами шоу, но это немного другое шоу Это уже сценическое шоу, потому что в телевизионном КВН наш основной телезритель, он находится по ту сторону экрана А в обычном таком КВН это скорее зрители, сидящие в зале И там, и там тоже должно быть шоу, но оно немного отличается То есть, возможно, задействие зрителей в зале, возможно, шутить на те темы, которые... Ну, это если аудитория студентов, то, например, шутки по поводу преподавателей будут понятны только в этой аудитории И совершенно непонятны на экране Эти шутки будут безумно популярны именно в этой аудитории Почему вот в КВН всегда любят шутить про ведущего? Потому что это актуальнейшая вещь, которая... Да, ты всегда наглядываешь Да, вот этот человек прям вот-вот он стоит на сцене, да, и мы можем наблюдать за его реакцией В этом смысле я недавно совершенно с новой технологией юмора столкнулся На играх Международной лиги КВН Одна из команд показывала вот какой номер Они шли в зал с телефонами Эти телефоны с помощью, наверное, Wi-Fi передавали на большой экран, который... Картинку И к людям, сидящим в зале, на этой картинке пририсовывались их мысли Этот номер был смешнее в сто раз Почему? Потому что это происходит здесь, сейчас, у тебя на глазах Вот, подходит человек с фотоаппаратом, снимает твоего соседа Вот, или соседку, да, и там у соседа или у соседки какие-то мысли в голове Ну, или отсутствие этих мыслей Ну, мысли, очевидно, заготовлены Ну, мысли были, конечно, заготовлены, потому что все-таки шутки планировались там, допустим, под конкретных, например, членов жюри, да Вот, или под ведущего конкретного, да Вот, но это новая технология Это вот уже какой-то новый шажок в создании смешного И когда я на репетицию видел этот номер, я сказал, что это будет самый интересный номер игры И так оно и получилось на игре Потому что эта актуальность, мы ее никогда не видели И она вот прям, вот она, здесь и сейчас Плюс современная технология, плюс интерактив, плюс чуть-чуть идей, да Да, безусловно Если еще комментарии этих мыслей с юмором Да, совершенно верно Ну, юмор, конечно, не по поводу... Да Ну, всякое бывает Про тебя шутят? Ты только что сказал, что вот, вот, в зале частенько Ну, да, про меня шутят Ну, самая простая тема, которую уже, наверное, вышутили как могли, да Я все-таки не выговариваю букву «Р» Я не заметил Ну, ну... Многие телезрители этого... Это была шутка Многие телезрители этого не замечают И на эту тему уже шутили много Вот... Было у нас один из спонсоров, название которого было даже две буквы «Р» Вот... Тебя заставляли произносить их несколько раз Или специально выдумывали таких спонсоров? Нет... Дебаркадер Да, дебаркадер, совершенно верно Вот, и однажды, значит, пошутили, что, типа, вот, ко мне пришел Дед Мороз Исполнить мое новогоднее желание Мое новогоднее желание было, чтобы все было так, как я говорю И тут, значит, вместо букв «Р» там вываливается буква «Г» Вот... Ну, понятно, что спонсоры тоже в этом смысле любили меня подколоть Они мне давали читалку А генеральный спонсор игр «КВН» Компьютерная фирма Ну, дальше не буду говорить название, дабы не было рекламы Но вот это тоже какой-то такой момент Я так смотрю, ты к этому нормально относишься Да я, в общем, в любом случае... Это годы игры в «КВН» заставили Это необходимый элемент, потому что, возвращаясь, опять же, ведущий, он же не просто человек, который читает текст Это все-таки участник игры И если у команды интересные шутки, которые касаются участника игры, то почему нет? Возвращаясь к нашему любимому композиту-авангардисту Неду Рорэм Ты тоже, стоя на сцене, начинаешь... Ну, вот ты так, в общем-то, да Достаточно свободно рассказываешь о том, что не выговариваешь букву «Р», да? Так если я ее не выговариваю Расширяет способ видения Повлияла на тебя лично вот игра «КВН»? Образ жизни изменился? Я думаю, что да, повлияла Ну, во-первых, надо сказать, что все-таки мое основное образование Я врач-психиатр-нарколог Вот, говорят о том, что все... Я хотел попозже об этом поговорить вообще, но ладно Говорят, что все психиатры люди с особенностями характера Вот, как мне кажется... С особым чувством юмора Про чувство юмора психиатров это отдельный разговор, да Вот, как мне кажется, вот благодаря КВН, КВН это возможность ведь переключиться Переключиться и заниматься совсем другим видом деятельности И, как я думаю, вот благодаря КВН я избегаю такого понятия, как профессиональное выгорание в медицине Потому что я по-прежнему практикую, по-прежнему работаю с людьми Вот, это с одной стороны С другой стороны, КВН все-таки учит многим вещам Он учит, как мне кажется, вообще очень важные вещи Он учит коммуникациям Потому что, ну, согласись, КВНщики — это люди молодые, в принципе Это, там, наш возраст участников, условно говоря, от 16 до 30 лет И, понимаешь, с ними невозможно взаимодействовать Вот, я сказал, и так будет Так с ними невозможно взаимодействовать С ними надо совсем по-другому взаимодействовать Так, чтобы им самим захотелось сделать Вот этот коммуникативный навык, коммуникативные возможности Какие-то подходы работы с такой аудиторией Это бесценный, на самом деле, опыт Это уже для тебя, как специалиста, как врача, как психолога Как психолога, как психиатра, да Вот, то есть этот опыт, он дает очень интересное знание Ну и плюс третий момент, который, как мне кажется, ценный Который вынес я из КВН С 2002 года у нас действует молодежное общественное объединение Я в нем руководитель Вот, на общественных началах исполняю функцию руководителя А это навык работы с документами Административно Письма, ответы Вот это давай про руководство давай не будем Потому что это тоже особого рода шутки, я бы сказал Сергей Особый юмор Сергей, но тем не менее Юмор с бухгалтерской документацией Нет, юмор с бухгалтерской документацией Это обычно уголовные дела Нет, ну это тоже все равно какие-то интересные знания из другой сферы Которые я бы не получил, например, не занимаясь этим делом Ну и безусловно, я, например, очень рад тому Что многие люди, с которыми я пересекался Они известны, у них получается Они создают какие-то творческие проекты Это замечательно Я горжусь этим Алексей, вот об этом мы и будем говорить После небольшой паузы Мы прерываемся на небольшую паузу Напомню, что в студии у нас Алексей Чистов Председатель Гомельской лиги Гомельского КВН Да, Гомельского КВН Клуба веселых и находчивых После паузы возвращаемся в эфир Партнер показа Сеть фирменных магазинов «Гефест» Продолжаем мы нашу программу В студии из Гомеля Мы разговариваем о том Насколько чувство юмора Юмор как таковой Позволяет расширять способности человека Видеть окружающую среду Или мир Не знаю Пусть Алексей Чистов С которым мы разговариваем Это председатель Гомельского КВН Поправит меня Я правильно выразился вообще? Ну вообще Знаешь, мне очень нравится мысль о том Что смеясь Человечество расстается со своим прошлым Ага С серьезным лицом это Конечно Вот И вот эта мысль Она прекрасна Потому что Иногда даже Знаешь, вот Работая с пациентами Страдающими Какими-то психическими расстройствами И когда пациент Обретает способность Пошутить Над своим прошлым Над своей проблемой Над своим заболеванием Я понимаю, что Наверное, мы уже где-то Он близок к выздоровлению Близок к тому Что ему станет Значительно легче Вот И эта мысль Вот Она тоже ведь на самом деле Ведь Почему так популярен КВН? Да Потому что он говорит О чем-то вот Происходящем Здесь и сейчас Это какие-то Пороки Которые там есть Вокруг нас Да Это какие-то люди Какое-то их поведение Которое нам не нравится КВН это Гиперболизирует Усиливает Подчеркивает Это становится смешным Ну то есть Если Если мы над этим смеемся То это уже не страшно Это уже совершенно Это не страшно Ну если уже Мы до этого говорили Что Ты встречался с разными Личностями Да Которые Известные Которые тебе Понравилось Общение Перед тем Как об этом поговорим Вот ты сказал Что Помогает в лечебной практике Игра КВН А среди КВНщиков Не было таких Явных людей С симптомами Так сказать Ну Возможных Пациентов Потому что Потому что Случаи разные Иногда Посмотришь Что происходит На сцене Люди серьезно Так Так Думают Или это Как бы Ну я тебе скажу Так Жизнь Она непредсказуемая Психическими Расстройствами Страдает достаточно Много людей Они бывают В разных социальных Иногда даже Не подозревая Об этом Иногда даже Кстати Не подозревая Об этом Вот Они встречаются В разных социальных Группах В разных Слоях Общества В разных Скажем так Профессиях И поэтому Иногда Да Действительно Некоторые КВНщики Даже обращались За профессиональной Помощью Ну так бывает От этого Никто не застрахован Понятно Понятно Личности То есть Ну понятно Там вот фотография Была Ты участвуешь Во всем КВНовском движении Да Как представитель Ну Надо сказать Что есть такое понятие Международный союз КВН Это Структура Которая Объединяет Лиги КВН На территории СНГ И в зависимости от Качества Уровня Лиги Они делятся На несколько Скажем так Уровней Вот Самый Пирамида Да Определенного рода Пирамида Да Это практически Пути эволюции Команды КВН Да Есть региональные Лиги Их очень много Больше 80 На территории СНГ Да Вот Следующие лиги Это межрегиональные Их 11 Они объединяют Некоторые регионы Вот например Лига КВН Полесья Сейчас Она была раньше Которая работает В городе Гомеля Сейчас она называется КВН Точка Бел Вот Она в принципе Объединяет Три региона Беларусь Россия И Украина И в общем В прошлом году Вот у нас в финале Так и было У нас Несмотря на На политический Кризис Вот У нас в финале Играла команда Из России Играли команды Из Беларуси И играла команда Из Украины И я горжусь тем Что Они ведь дружат На самом деле Это замечательно И игра была Максимально Политкорректна И Вот команды Они Очень хорошо Тепло Между собой общались Мне кажется Это вот Какая-то вещь Которая вот Мне например И особых шуток Характерных С националистической Или национальной Тематикой Знаешь Скажу так Шутки С национальной Тематикой Были Без них Невозможно Вот Но они были Максимально Политкорректны Так чтобы Не оскорбить Вот чувства И какие-то эмоции Других Представителей Других государств Если особенно Редакторы Стилистику Это все Причесывают Ай-яй-яй Там Гитара Не бить Остается Разминка Остается Разминка Вот Где редакторы Ничего Причесать Не могут Вот И вот Таких Лиг Межрегиональных Одиннадцать Вот Есть Девять Центральных Лиг Это более Высокого Уровня И наконец Четыре Телевизионные Лиги Главные Лиги Международного Союза КВН Это Первая Лига Которая Работает Сейчас В городе Тольятти Вот Это Международная Лига Которая Работает В городе Минске Мы ее Видим В эфире Одного Из белорусских Телеканалов Вот Ну и Наконец Премьер Лига И высшая Лига КВН Это Те лиги Которые Работают В Москве И мы Видим В эфире Самого Большого Русскоязычного Канала Леша Давай Немножко В другую Сторону Вернемся К Самодействовому Творчеству Собирается Команда Для того Чтобы Пошутить Да Не верю Что Это все Происходит Просто так Всегда Есть лидер Всегда Есть человек Который Это все Либо Вытягивает На себя Либо В любом Коллективе Так или иначе Если присмотреться С психиатрической Точки Зрения Да Я правильно Выразился Да С психиатрической Точки Зрения Можно Выделить Лидера Насколько Значима Роль лидера И бывает Ли так Что Конфликты Ну это Как в любом Коллективе Конечно Лидер Важен Потому что Это мотор Команда Это человек Который Иногда Тянет На себе Эту команду Но Не факт Что у него Лучше всех Шутки Не факт Что у него Лучше всех Шутки Да Вот И не факт Что это Лучший актер Там в команде Да Или это Медийное лицо Которое мы Запомним Там Да Вот по эфирам Первого канала Условно говоря Но тем не менее В любой команде Есть лидер И понятно Что бывают И схватки И какие-то там Разборки Между собой А вот ты мою шутку Поставил А мою ты не поставил А я вот эту шутку Сказал А ты эту шутку Не сказал А ты мне эту шутку Дал сказать Это естественно Как в любом Творческом коллективе Ну так должно быть Я так подозреваю А как вопрос С авторством Ну Мы Стараемся Это я придумал Анекдот Я Я этот анекдот Придумал Я А ты его произнес Так а нет Нет ничего проще Чем проверить Как ты придумал Этот анекдот Набираешь ключевые слова В поисковую систему Нажимаешь Поиск И если Находит такой анекдот То видимо Интернет Его придумал Раньше тебя А вот это тоже В интернет же Они тоже Откуда-то попадают Но опять же Тут важно сказать Не всегда автор Может ее Шутку продать Лучше актера Ну то есть Не всегда автор Ее отыграют Лучше Но в интернете То они тоже Откуда-то попадают Да безусловно Эти шутки Командные Да безусловно Ну потому что Ну это же Понимаешь Это же современные технологии Сергей Ты перешел на КВН Услышал шутку Которая тебе понравилась Ты значит Сфотографировал команду Внизу Запостил ее В инстаграм Подписал шутку Люди лайкнули Потом Перепостили ее В фейсбуке Перепостили ее Вконтакте Вот А потом она появилась На сайте анекдота Все вот так Так и происходит Вот Потому что Современные технологии Если смешная шутка Она же распространяется Со скоростью Там я не знаю Вирусного заболевания Смешная шутка Но это все уже превращается В шоу В шоу Причем Ну превращается Превратилось давно В шоу А если шоу Ну как тебе сказать То это Я с тобой поспорю Потому что Ну понимаешь Ну как тебе сказать Ну первое Там Межфакультетский КВН Какое это шоу Это КВН Студенческая игра Про студенческую жизнь Может быть какие-то там Свет Танцы Песни Это да Это элементы шоу Но это же по сути Студенческая игра Ведь надо понимать Ты знаешь что важно Вот я не зря сказал Что надо разделять КВН Как телевизионную передачу И КВН Как игру КВН Как телевизионную Да Есть еще и движение Да Мы то В большинстве своем Воспринимаем КВН Как телепередачу Потому что мы ее видим По телевизору А телепередача Живет по своим законам Которые очень отличаются От законов там Сценического шоу А есть еще Там КВН Который проходит Просто в городе Например У нас в Гомеле Есть замечательная Домашняя лига КВН Она без телеверсии Но она прекрасная Она смешная Она интересная Вот В каждом вузе у нас Проходит там Свой КВН Да Он тоже смешной Есть школьная лига КВН В конце концов Она тоже по своему Интересна Сергей То есть Просто все дело в том Что мы С этими проявлениями КВН Встречаемся реже Про школьный КВН Кроме его участников Мампап мало кто знает Да Ну да Там допустим Про там допустим КВН который проходит В учебных заведениях Кроме студентов Учебных заведений Никто не знает Да Вот Там допустим Самодостаточный Такой процесс Конечно Он всегда был Самодостаточен В этом смысле Вот Ну а телепередача Есть телепередача Вот Это совсем другая вещь Совсем другая история Как складывается То есть Во первых Про личности Мы С тобой Я там видел У нас показывали В обнимку Со Светлаковым Я уже Масляков Там присутствует Да Все Галустян Это все Ты на Короткой ноге С ними Ну С Александром Васильевичем Я не могу быть На короткой ноге Но в силу В силу того Что мы входим В структуру Которая занимается КВН Работаем В КВН Да Там проводим Лигу Я еще Помогаю Нашей белорусской команде Лучшие друзья В качестве Администратора Их директора В Москве Вот То естественно Все равно Встречаешься И общаешься Каким-то образом Да Вот В этом смысле Но это больше Административное общение Да Вот С Галустяном Мы действительно Очень давно знакомы Еще до того Как вот Там Так он стал Галустяным Да До того Как он стал Галустяным Ну в массовом В массовом Да Вот у меня Как-то очень хорошо Сложились Дружеские отношения С Евгением Никишиным И Сергеем Писаренко Вот Мы просто Когда-то Давно вместе Вот познакомились Регулярно общались И как-то вот Достаточно Тепло дружим С БГУ мы Вот какие-то Тоже очень такие Теплые отношения С этой командой Вот Поэтому вполне Вполне Ну почему нет Вот Но опять же Надо понимать Есть звезды Которые Не ездят в метро Да Не Ну ездят в метро Всякие звезды Вот Но есть звезды Уровня СНГ И понятно Что у них там Свой круг общения Да Вот Понятно Что в большинстве Своем Конечно Мы общаемся там С коллегами Организаторами Телевизионными группами Да Ну Жизнь она разная И КВН в этом смысле Тоже какая-то Модель жизни Хорошо Как дальше То есть Ну Ты уже достаточно Много времени Да В КВН Как дальше С окончанием Профессиональные Профессиональные Старт Я бы сказал Извините Расшатая Способ И поэтому Эти Поэтому авторы В этом смысле Конечно Народ Очень востребованный Хуже с актерами, потому что, ну, когда ты начинаешь сниматься в телепередачах, в телесериалах, в кино, все-таки навыки профессиональные нужны. Вот без них никак, да? Ну, яркий пример тот же вот Бурковский, да, из команды «Максимум». Он все-таки закончил театральный институт и сейчас там является одним из ведущих актеров в московских театрах. То есть это на самом деле тоже важно. И, допустим, опять же, многие там, допустим, КВНовские вот эти вот лидеры, да, они превращаются в режиссерах, они получают профессиональное образование, они учатся вот на каких-то специализированных курсах или в учебных заведениях, да? И это тоже для них большой плюс, это какая-то для них новая интересная школа. Тут еще, в общем-то, да, правильно ты сказал, что это хорошая школа, хорошая стартовая площадка для тех, кто потом в индустрии развлечений будет. Но складывается такое ощущение, что только КВН – это школа для индустрии развлечений. То есть КВН уже превращается в какую-то отдельную, в индустрии развлечений это отдельный мощный поток вообще, начиная от Comedy Club, заканчивая там этот же Амик и так далее. То есть и люди, ну, как бы рвутся туда. Рвутся? Ну, потому что это же, понимаешь, мир, который нас окружает, он стал совсем другим. Вот. Опять же, важно понимать, что… Я не могу сказать, что вот КВНщиков много. Вот. Если ты смотришь развлекательный сегмент телевидения, то да, ну, потому что это юмор. Там такие люди концентрируются, они так нужны, да? Если ты смотришь образовательный сегмент телевидения, то ты можешь увидеть КВНщиков, ну, вряд ли увидишь их в кадре, ты скорее увидишь их в титрах, да? Это могут быть либо авторы, либо режиссеры. Вот. То есть на самом деле все зависит от того, какой сегмент телевидения ты потребляешь, да? Вот. Если тебе кажется, что вокруг только развлекательный, то, ну, ты это смотришь, и поэтому ты видишь там этих людей, они там концентрируются, профессионально концентрируются. И совершенно необязательно, что это уже касается юмора. Да, совершенно верно. Да? Да, да. Вот. Школа как сценическая, эстрадная, там, написание литературное, это уже совершенно не касается юмора, как такового. Конечно. Но это все, это уже другое, потому что рано или поздно, работая на телевидении, например, ну, условно, вот мы говорим про телевидение, да? Да? Человек постигает его законы, да? И он не только смешное начинает там делать, да? Потому что смешное у него оплевое получается. Но, например, и грустное, да? То есть человек учится писать и снимать что-то другое, создавать что-то другое. Ты сам шутки пишешь? Ну, иногда бывает. Поделись. Вот, знаешь, Сергей, вот эта вот фраза, а пошути-ка, она прям вот любого человека из сферы юмора способна поставить в тупик. Ты знаешь что? Я, наверное, вот чем поделюсь. Ладно, не суться, Леша, не суться. Нет, я с тобой вот чем поделюсь. Я с тобой поделюсь, наверное, ну, как человек, работающий в сфере юмора, у меня, конечно, очень своеобразное восприятие юмора. Я понимаю... Вот я это и хочу у тебя узнать, потому что, если больше, два серьезных человека, один с филологическим, другой с медицинским образованием, рассуждают о юморе. О юморе, прекрасно, прекрасно. Ты знаешь что? Вот я, когда смотрю на репетициях выступления команд, я понимаю, что будет смешно. Но, но сам я с этого не смеюсь. Но потому что, как бы, ход понятен, иди, с чего будет смеяться, все-таки шутки, они определенные, ты знаешь, технологии. Да, структуру, технологии, ты понимаешь, ну, в принципе, да. Вот я вот столько видел уже. Я уже не говорю про... Ты знаешь, а меня иногда веселят такие шутки, которые, ну, вот, вот ты слушаешь и не понимаешь, как родилась эта ассоциация. Вот в этом году в Сочи на фестивале меня очень порадовала одна шутка. Ну, я не знаю, мне она лично очень нравится, хотя, конечно, у большинства людей, которые ее слушают, ну, вызывает улыбку. А я ведь понимаю, насколько качественная в ней ассоциация. Замечательная игра КВН. Игра, благодаря которой студенты собираются вместе, пишут шутки, придумывают песни. Ведь раньше, в девятнадцатом веке, студенты собирались вместе только для того, чтобы убить царя. Вот, то есть вот... Вот она, политкорректность, историческая. Историческая политкорректность, да? Или вот в прошлом году я нарвался на два стихотворения, которые мне вот безумно понравились. Одно понравилось просто своим вот каламбуром, таким смешным. Воронья как-то вместо сыра Господь послал тирамису, чем очень озадачил лису. А второе четверостише меня просто покорило качеством ассоциаций. То есть я настолько восхитился, мне оно настолько... Мне до сих пор нравится. Матроскин, как звался твой хозяин, с которым ты объездил мир? Я называл его мессир. То есть ассоциация, что кот Матроскин из простоквашины. Надо знать, кто такой мессир и кот Матроскин. Да, и кот Бегемот из «Мастера и Маргариты». Это в принципе один и тот же кот. Мне кажется, господин... Ну тут ассоциативное такое исполнение. Да, вот она прекрасна. Мне кажется, я так даже, наверное, подумал, что господин Успенский, когда придумывал кота Матроскина, что-то, видимо, взял. Да, вот потому что, ну вот что-то в этом есть. Видишь, даже вот эти вот три хотя бы произведения, назовем это так, да? Три произведения... Произведения малого жанра. Нет, это произведения малого жанра, так? Да. Три произведения малого жанра, они имеют сами по себе... Вот видишь, в одном надо ассоциации знать, да? В другом... Ну, юмор-то все-таки... Предполагает какие-то базовые знания. Ну, вот, да, как минимум, потому что иногда даже школьный юмор или тот же телевизионный юмор, как-то низко это все. Ты знаешь что, Сергей, ну, мне кажется вот что. Ведь каждому возрасту соответствует свой юмор. Вот. А, то есть ты относительно моего личного восприятия уже, да? Да, да. То есть мне вот все многие говорят, ты знаешь, вот АКВН же уже ж не тот. Вот. Да дело же не в КВН. Вот, ты сам сказал мой вопрос. Дело в том, что ты сам поменялся. КВН – это игра молодых. 16, ну, 30, ну, 35 лет максимум. Когда ты пытаешься... Сейчас ведь молодое поколение о чем шутит, да? О каких-то актуальных... О своей музыке, в своих там социальных сетях, да? Вот, там, я не знаю, о каких-то там планшетах, смартфонах, да? Если человек, который никогда не пользовался смартфоном, он не поймет шуток про социальные сети, да? Или человек, который никогда в этих социальных сетях не бывал, ему, конечно, будет не смешно. Вот. И опять же, ну, понимаешь, когда молодежь там шутит о том, что там, я не знаю, съел курицу соседа по общаге, да? Вот, это смешно, когда ты живешь в общаге, а когда у тебя фешенебельная квартира, дорогой автомобиль, тебе это уже не смешно, это не твоя жизнь. Да, непонятно, откуда взялся сосед, у которого ты, собственно, эту курицу и съел. То есть, когда этот юмор, все-таки КВН, вот если говорить про пласт КВНовского юмора, да, он все-таки такой, достаточно четко рассчитан на определенный возраст. И когда ты переходишь этот возраст, то это уже не твой юмор, все. Ищи свою нишу. Ищи, совершенно верно, свою нишу какие-то юмор. Даже в этих малых формах. Да, вот, допустим, мне кажется, вот в этом смысле очень интересно, допустим, Квартет И. Вот, их юмор, вот, он растет вместе с их возрастом. Вот все фильмы, которые они создали, вот, они в них... День радио, выбора. Да, день радио, день выборов, день радио, день выборов, два, там, разговор мужчин, да, о чем говорят мужчины. Они все про какой-то возраст. И мне, допустим, почему всегда смешной Квартет И? Потому что их возраст поменялся, и мой возраст поменялся. И мне понятно, почему. И они шутят про то же самое, что я понимаю в своей жизни, да. Вот, и поэтому мне смешно. Бывают такие ситуации, когда наши творческие руководители и редакторы мне объясняют шутку. Ну, я там, допустим, там, там... Я не знаю, что такое смартфон. Нет, я знаю, что такое смартфон. Это мне понятно. Да и у меня даже есть Инстаграм, Фейсбук и... И это... О, перископ! Давай без медицинских терминов. Давай без медицинских терминов. Но смысл состоит в том, что, допустим, там какая-то пародия, я не понимаю, почему все смеются. Я говорю, а что все смеются? Мне говорят, посмотри, вот в интернете вот это. Вот я посмотрел, мне становится понятно, что, да, это пародия, там, на известную группу, там, да. Вот. То есть это точно так же. Я бы только хотел спросить, как ты, столько общаясь с молодежными командами, ну, вот здесь вот, хотя бы на играх, если меняется юмор, ты остаешься? Ты меняешься? Ну, я меняюсь в любом случае, но какие-то тренды все равно надо отслеживать, да. То есть я, там, подписан на какие-то популярные, там, паблики ВКонтакте, да. Вот, я какие-то там эти сайты модные пытаюсь читать, но для того, чтобы быть в курсе о том, что происходит. Я пытаюсь, там, какие-то чаты слушать, какие-то радиостанции для того, чтобы понимать, ну, что в тренде, что сейчас интересно нашему, так сказать, зрителю, телезрителю. То есть ты уже, на самом деле, относишься к этому профессионально? Ну, я не знаю, я считаю, что любую работу нужно делать качественно. Любое дело нужно делать качественно. Вот. Мне кажется, что вот мы делаем КВН качественно, и мне хочется, чтобы он и дальше оставался таким же. И ты помогаешь людям видеть мир немножко... Третью грань медали. Третью грань медали. А сам ты ее видишь, да? Ну, знаешь, я так обычно пациента спрашиваю. Вы видите то, чего нет? Вы поменялись местами? Да, вот это меня как-то сразу напугало. Вот, ну, понимаешь... Это я хочу в КВН проиграть просто. Понимаешь, кроме, как это сказать, орла и решки в монете есть еще ребро. Вот, ну, почему? Оно же есть, правда, есть. Вот, ну, поэтому вполне мне это интересно, Сергей. Щекотливый финансовый вопрос. Относительно... Относительно... Ну, не знаю, я слышал так, что вот хорошая шутка, они продаются вообще даже. Да, хорошая шутка стоит денег. Продаются. Собирается команда, как мы говорили вначале, пять человек. Собираются, написали. И тихонько, да, где-то... Я бы тебе сказал так. Обычно бывает, когда это на уровне самодеятельности, да, то там обычно, ну, как-то не бывает такого, да, что там вот там написали, там куда-то это самое. Вот. А когда это выходит в профессиональный телевизионный шоу-бизнес, то, да, там работают точно такие же законы, да. Если хороший певец покупает хорошую песню, это же, ну, это нормально, да. Там Филипп Киркоров покупает, я не знаю, там, Германа какую-то песню, например, да. Вот. Замечательно. Честь и хвала и тому, и тому. Вот. Точно так же, наверное, и в КВНе, да, если команда имеет возможность каким-то образом взаимодействовать с автором, который ее усилит, вот. Вот. И вообще, ну, как бы, надо всегда понимать, что авторы в КВНе, в телевизионной передаче, это очень важный аспект. Потому что, условно говоря, вот приехала команда, да, есть актеры, которым завтра надо выходить на сцену, а редактор или там художественный руководитель говорит, ребята, надо вам, вам надо переписать конкурс. Так вот, авторам надо, точнее, актерам надо идти спать, потому что им завтра надо лицом торговать, им надо быть выспавшимися, им надо там петь и так далее, да. А авторы сели и сидят, пишут. То есть это такой, знаешь, процесс полезный обоим сторонам. Вот. Но у каких-то есть команды как проекты. Вот. Есть инвестор, который в них вкладывает деньги, у них есть хорошие авторы. Но это все касается большого телевизионного КВН. Вот. Это как шоу, проект. Вот. Ну, понятно. В общем, ты туда не хочешь. Я туда не хочу. Мне так вполне комфортно. Надо как-то завершаться нам. Скажи, чтобы мы все играли в КВН. Или не надо? Ну, все. Я могу, ты сказал, возраст таких молодых, с 18 до 30. А если я соберу там команду бабушек со двора? В этом году в Сочи выступила команда работников одного завода. Их взяли в вышку. Это было такой... Там люди 40 лет. В всей команде 40 лет. Средним возрастом. Их так молодежная тусовка приняла на ура. За них проголосовало абсолютное большинство зрителей. Их взяли в высшую лигу. Понимаешь? То есть, на самом деле, КВНу, конечно, все возрасты покойны. Но в большинстве своем, конечно, играет молодежь. Да сказать, в общем, все достаточно просто. Смотрите КВН. Играйте в КВН. И получайте от этого удовольствие. Вот так вот. Ну, а я скажу большое спасибо тебе, Алексей, за то, что ты провел этот вечер вместе с нами. И с нашими телезрителями. Музыкальное сопровождение программы Владимир Грамма. Сергей Краснобород вел передачу. Мы еще разговаривали сегодня о юморе. Серьезно. Два серьезных человека разговаривали о юморе. Спасибо. 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 Играйте. Играйте. Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова